Стыд — это чувство предосуждения того, что о вас подумают или скажут другие, то есть это самооценка заниженная, лично ваша, потому что из этого выходит большое напряжение внутри, вы себя хотите представить тем, кем вы не являетесь, и вам стыдно, то есть вам важны позитивные поглаживания по голове, окружение, которое, возможно, даже к вам не имеет никакого отношения, то есть вы зациклены, и это у вас большое напряжение внутри вызывает, поэтому здесь вы срываетесь либо на хейт, либо же вы идете «пойду поем», отсюда идут переедания, и вы не поверите, стыд связан тесно с лишним весом, с проблемами с сексом и, естественно, с вот этим вот внутренним напряжением, поэтому я думаю, что вам пора проработать. Стыд за минуту. Жил-был Василий, и у Васи в голове была думка о том, что он супер-Васи и очень ловко дружит с Люсей и с деньгами, и Вася вдруг в реальности сталкивается с какой-то подходящей Люсей или идеей для бизнеса, ну и, конечно же, проходит мимо, дабы случайно не разрушить супер-идею о том, что он супер-Вася, потому что бизнес может не сразу получиться, и Люся может не сразу согласиться. Так вот, эта разница между Василием реальным и мыслью в голове о том, насколько он крутой, это как раз называется стыд, вот это дельта. Стыд порождает напряжение в теле, бог с ним стыдом, напряжение самое страшное, которое дает нам альтернативное решение, как нам улыбнуться, для этого надо покушать что-нибудь или посидеть в какой-нибудь социальной сети, и тогда уже улыбнуться. Ну, я повторюсь, все, что Вас триггерит, есть два варианта, либо это есть у Вас, то есть Вы сама такая, либо Вы же себе это внутри запрещаете. Поэтому здесь два варианта, либо Вы покупаете себе такие же трусы с веревочками и носите, либо же Вы не из этой касты. Ну, как бы, если Вы играете на сопилке, что Вы лезете туда, где занимаются фитнесом, следят за собой, тело любят, красоту женскую, здоровье. Играйте, ходите туда, где играют на сопилке, или там еще, хотя, кстати, какие у Вас интересы, можете ходить туда, пишите сюда.